В морских портах, аэропорту и пунктах пропуска Одесского региона будут проверять пассажиров, прибывающих из стран, где уже подтверждены случаи инфицирования новым коронавирусом. Это будет касаться и членов экипажа. Такое решение приняли в обл. администрации. Кроме того, студенты, прибывшие из Китая после 1 января, должны будут ежедневно проходить медосмотр. А вот места большого скопления людей, в частности медучреждений, рынок 7-й километр, по поручению губернатора должны обеспечить антисептиками, бактериальными излучателями и тепловизорами, которые еще необходимо закупить. К тому же в обл. администрации заговорили о создании спецпомещений для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, подготовке запаса медикаментов, а также закупку необходимого оборудования для лечения инфицированных. Мы сейчас знаем, что нам нужно 35 аппаратов для штучной вентиляции легень, инфузоматов и мониторинг многофункциональных. Мы решим вопросы о их спецпомещении. Медики отмечают, что в помощи избежать заражения можно на 95%, используя специальные респираторы Н95 и Н98. Они стоят около 20 гривен и есть в наличии только в Днепре. Групы, которые работают в аэропорту, встречают людей, которые возвращаются. Они обеспечены, они работают в окулярах, в специальных халатах с водоотталкивающими свойствами и в данных респираторах. Для всех других мы сейчас дали доручение о том, что аптечная мережа должна максимально приоритетно обеспечить наявность респираторов. На прямые вопросы журналистов о сроках реализации планов и во сколько все это обойдется облбюджету, никто из представителей администрации ответить не смог. Сейчас область в полной мере не обеспечена ни медикаментами, ни респираторами, ни карантинными боксами для изоляции больных. Кроме того, по словам исполняющего обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, в Украине нет тест-систем для проверки пациентов на коронавирус. Наразі ведутся перемоги щодо поставки в краину певных наборів для выявления та кількісного визначения РНК нового коронавируса. И мы имеем надею, что наступного тижня або через тиждень мы уже сможем отримать такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Подтвердить вирус сегодня можно только в лаборатории Лондона, которая проводит исследования для Украины. Для этого может понадобиться до трех недель. Но сперва кровь больного исследуют в украинской лаборатории на возможные типы гриппа и парагриппа.